Спасибо большое, что вы уделили время. И первый вопрос, с чего бы хотелось начать. Учились ли вы навыкам публичного выступления МГИМО конкретно? Или с чего вообще начался, может быть, ваш опыт? Может быть, помните свое первое выступление? Ну, если отвечать прямо на ваш вопрос, да, нас учили. Были такие у нас занятия по ораторскому искусству. Не помню фамилию преподавателя, но хорошо. Очень внешне его помню. И мне с самого начала казалось, что это очень важный предмет. Научить людей, студентов правильно говорить. А сейчас я в этом убежден. Если брать факультет журналистики, где мы, казалось бы, должны учить людей писать, то это очень сложная задача. Есть люди, которые могут писать, а есть люди, которые не могут. Конечно, привести какие-то навыки можно. А вот научить людей говорить, правильно излагать свои мысли, быть интересным собеседником, уметь себя презентовать, уметь себя продавать, если хотите. Поскольку пройдет 2-3 года, и вам приходится выходить на рынок и себя предлагать вашим работодателям. Это очень важно правильно говорить, правильно выстраивать беседу, правильно артикулировать. В общем, уметь говорить – это очень важный инструмент в руках любого человека. Но молодого человека, который ищет себя, ищет свой смысл жизни – это очень важный аспект. А попадали ли вы когда-нибудь в такие ситуации, когда вам задавали какой-то вопрос, или вы, например, не хотели на него отвечать, или не могли ответить по каким-то причинам, и как вам удалось избежать такой неловкой ситуации? Ну, есть традиционные, стандартные методы, когда ты не хочешь отвечать на какой-то вопрос. Ну, вот, например, в Англии очень понятно. Next question, please. То есть, следующий вопрос. То есть, на этот я не хочу отвечать. Но чтобы не грубить, как next question. То есть, ты даешь собеседнику понять, что вопрос неудобный для тебя, и отвечать на него не хотелось. Или найти какую-то другую форму. Ну, конечно, лучше бы отвечать на все вопросы, если к тебе пришли с тобой беседовать, то отвергать вопросы – это последнее дело. Это ты тогда подчеркиваешь свою некомпетентность и неумение разговаривать и ладить с людьми. Но приемы такие существуют. Есть, в конце концов, вопросы, на которые люди не хотят отвечать. И тут и задача журналиста, который интервьюирует человека, понять, где та зона, которой нельзя переступать. Потому что так вы вызовете негативное отношение к себе, вашего собеседника. А попадали ли вы в ситуации, когда, например, вас попросили выступить на каком-то мероприятии или просто с какой-то речью, и вы понимали, что у вас, например, не было времени на подготовку. Или, допустим, опять же, вам было неудобно наступать на какую-то тему. То вот как вы решали эту проблему? Как завоевать внимание слушателей, когда времени на подготовку очень мало? Как сделать качественное свое выступление? Ну, здесь общего рецепта нет. Вот я сейчас, например, очень волнуюсь. Мне предстоит встреча на ТЭДе, даже на вашем клубе. И я еще не определился с тем, что я буду говорить. У меня есть наметки. Мне кажется, что я выбрал интересную тему. Но черт его знает, как это... Тем более на английском. Я уже давно не говорил, не выступал по-английски. И я очень волнуюсь, очень ответственно к этому отношусь. Но не знаю, мне кажется, за долгие годы работы, я вот когда в Англии работал корреспондентом, я никогда не отказывался от участия в каких-то радиопередачах, встрече со студентской молодежью. Это не только позволяло как бы импровью English, как бы совершенствовать знание языка, но и находить выходы из самых сложных ситуаций. В Англии никогда не было просто. Там всегда были или диссиденты проблемы, или корейские сбитые самолеты, или война в Афганистане. Ну, в общем, или... Ну, все что угодно. Поэтому всегда советские журналисты в то время сталкивались с такими сложными проблемами и сложными разговорами. Но это не означало для меня, по крайней мере, вот уйти в кусты, отказаться. Я наоборот шел и пытался разъяснить иногда ну, просто невозможную позицию. Ну, всегда для этого есть какие-то шутки, есть, как мне кажется, способность перевести разговор на выгодную тему тебе, или свести разговор на какую-то, на приятную беседу. Ведь надо исходить из того, что человек, который тебя интервьюирует, не обязательно умнее тебя. Так, и можно его и обмануть, так, можно его, как бы, увести в сторону. Но хотя опытные журналисты, конечно, особенно западные, они дожимают любого собеседника. Здесь не так, как у нас. У нас есть почитание авторитета. Вы попробуй, там, президенту задать неудобный вопрос. Так, а там же никого не щадят. И этому учат с младенческих лет. Меня в свое время в Англии поразило, что какой-то министр пришел вообще в детскую аудиторию. Там просто дети сидели. Они ему задавали глупейшие вопросы. Он на них серьезно отвечал. То есть цель этого его прихода, его ступлено, было подчеркнуть, что вы все личности. Вы имеете право на свое мнение. Вы имеете право задавать любой вопрос. И я, министр, на эти вопросы буду отвечать. Даже несмотря на то, что они наивные, глупые. И это воспитывает с детских лет вот такую самостоятельность, значимость и веру в свои силы. И то, что каждый человек достоин, чтобы выслушали и ответили на его вопрос. Это очень важно. У нас, к сожалению, не так. Может быть, со временем это все образуется. Но у нас, ну попробуй, чтобы молодой человек задал неудобный вопрос на какого-то высокопоставленному лицу. Это еще время надо, чтобы мы к этому привыкли. Про веру в себя. Что вы считаете своим самым сильным качеством именно в плане ораторского искусства? Ну, у меня, наверное, особенно от мамы и от деда, мне кажется, есть такое природное чувство юмора, что очень часто спасало в таких сложных ситуациях. Вообще не все им обладают чувством юмора. Но это не так страшно. Страшно, когда у человека нет чувства, что у него нет чувства юмора. Вот это ужасно. То есть, когда человек просто не понимает и иногда злится, что он не воспринял шутку. Ты ожидаешь от него какой-то реакции. Ну как? Как я пошутил? А он сидит. Вот. Ну и плюс, я всегда был такой, знаете, я всегда привожу пример. Вот есть дети, которые там с мамой, с папой придут в гости. Ну-ка, Васенька, прочитай стихотворение. Васенька залезает на тумбочку или на табуретку и читает стихи два часа напролет. А другого ребенка не заставишь подняться на табуретку. Он, значит, спрячется. Нет, 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 я не хочу. То есть, ну, разные люди по характеру, по отношению вообще к аудитории. Вот я как раз из тех детей был, кто готов был сгромозиться на табуретку и, значит, читать стихи бесконечно. Ну и плюс у меня еще голос такой громовой с детских лет. Поэтому я всегда был такой мишенью для всяких рекрутеров, которые набирали там для праздников, для приветствий, значит, в том числе и руководителей государственных. И у меня был такой забавный случай, когда Хрущев приезжал, я жил в Тбилиси тогда, он приезжал в Грузию, в Тбилиси, наградить орденом Ленина за успехи в социалистическом соревновании или за достижение в социалистическом строительстве социализма. И в Тбилисском дворце спорта только что отстроенным вот на группу пионеров, в том числе должны были, значит, сбегать по ступенькам и приветствовать Хрущева. И так случилось, что моя ступенька оказалась прямо вот на расстоянии вытянутой руки от Хрущева. Я как, Никита Сергеевич, у нас подскочил. Галстуком малым клянемся стране посвятить свою жизнь, чтобы родина наша росла, ему жало, чтобы к людям советским пришел коммунизм. Никита Сергеевич решил на второй день объявить, что нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. Я думаю, это моя заслуга. А вот многие спикеры говорят, что для того, чтобы расположить аудиторию к себе, можно, например, какой-то анекдот рассказать, какую-то смешную историю, шутку, и наверняка у вас есть какие-то такие заготовленные, можно сказать, на все случаи жизни не заготовишься. нет. Нет, всегда надо понимать какой-то аудитории, прощупать эту аудиторию. Иногда гогочат от какой-то плоской, вообще шуткой ты не назовешь. Аудитория готова хохотать, а иногда не разбудишь даже самыми остроумными, самыми изощренными шутками. И это тоже, наверное, какое-то природное качество, которому надо учить, что, как приспосабливаться к аудитории, как не уходить с себя, не обижаться, не опускать руки. То есть, да, я просто очень люблю вести застолье, иногда вот один, то, второй, ну просто, ну никакого интереса. Уже думаешь, ну провал полный, так, и что-то надо такое выдумать, и вот мне доставляет просто даже удовольствие, что я все-таки в конце концов ломаю эту публику, сидя за столом, они начинают меня слушать и смеяться, так. Вот это высшее наслаждение для любого спикера, но я про застолье говорю, но и в любом, в любом публичном выступлении это важно, не сломаться, не поддаться эмоциям, не идти за аудиторией, а ее пытаться перестроить и настроить на твой лад, чтобы они тебя слушали, чтобы они воспринимали твои шутки. это не всегда удается, это не обязательно ты обречен на успех, но пробовать это надо. А вот, если не всегда удается, у вас был такой случай, когда не удавалось? Ну, бывало, да, бывало, когда я уходил, что, потом же хорошая мысля приходит, а последний, вот, что же, черт возьми, не вспомнил, вот, надо было вот так. Ну, такое тоже бывает, или там, те же выступления, там, публичные, там, на радио, допустим, вот, раз получается, ты сам удовлетворен, а другой раз не получается, ну, мы же не все несовершенные, но это не надо воспринимать, как трагедию и провал, этот, ну, один из эпизодов твоей успешной карьеры, да, но вы очень хорошую тему избрали, мою любимую, я считаю, что это чрезвычайно важно научить студентов хорошо говорить, вот, не бывает, тут бывают случаи, когда, вот, у меня студенты и учатся вроде плохо, и диплом еле-еле написал, а вот на защите, ну, блистательно выступает, я ахнул, в прошлом году, у меня такая была очень проблемная девица, диплом защитил на пять, потому что собралась прекрасная презентация, уверенная в себе, я еще подумал, боже мой, хорошо, что я диплом никто не читал, потому что был ужас-ужас, а выступление было потрясающе, а бывает наоборот, что хороший, умный диплом, и человек подготовлен, а вот не собралась, как-то, или не собрался, не смог довести, донести до слушателей идеи, как-то не увлечь аудиторию, это чрезвычайно важно, правильно одеться, соответствовать аудитории, я вот здесь борюсь, я считаю, что надо какой-то дресс-код водить, я не за драконовские, там, как в наши, когда мы учились, так девчонок, которые приходили в брюках, просто выгоняли, иди домой, переоденься, переоденься, и так было, так, но все равно, когда, там, девушка приходит на институт, вот на таких каблуках, ломая себе ноги и мучаясь, зачем, я понимаю, у тебя появились новые туфли, хочется показать, но надо соответствовать обстоятельствам, так, в основном студенты ходят, там, в этих, в найках, и в джинсах, а ты, значит, вышагиваешь в шубе за 50 тысяч долларов, вот на таких каблуках, это зачем? Это, ну, казалось бы, эпизод, но это тоже очень важный момент, потому что ты так же неправильно оденешься и на какое-то официальное мероприятие, или туда, куда надо действительно одеться, а ты придешь черти в чем, то есть, это надо, этому надо учить, вырабатывать такое умение правильно одеваться, правильно держаться, правильно говорить, то, чему мы, к сожалению, уделяем мало внимания, вот ваш клуб, ТЭТ, да, это прекрасная возможность вот прогнать всех студентов через этот клуб, чтобы они все выступили у вас с лекцией, так. Учитывая, что еще преодолеть языковой барьер, это очень, это да, вот я, для меня это действительно проблема, потому что я очень давно не говорил, вот по-английски не выступал перед большой аудиторией, так, ну, надеюсь, справлюсь, мне простят какие-то погрешности, преподаватель английского языка, там, надеюсь, не будет, который меня учили. А вот в чем специфика выступления на английском языке, помимо, понятное дело, что это совсем другой язык, но именно перед русскоязычной аудиторией, какие, может быть, подводные камни здесь могут быть? Подводный камень только один, так, поскольку все люди, когда ты не сам говоришь, а слушаешь, ты слышишь ошибки, ты сказал бы что-то не так, как говорит оратор, тебе хочется его поправить, тебя иногда даже нахально начинают поправлять, ну, ты просто, чтобы доказать свою значимость, выйди и сам выступи, так, но на это не надо обращать внимание, так, понятно, что ты выступаешь не на родном языке, понятно, что у тебя нет, там, такой практики, как, когда я, там, в Лондоне жил, в 7 лет, конечно, у меня беглая речь была, сейчас, я думаю, что такой беглости нет, когда я слова забываю, недавно тут беседовал с англичанином, забыл, просто слово, оптический пристел, почему-то, да, ну, вот я чувствую, что он, прям, где-то верится, я допомню, как на военном переводе это слово, не вспомнить не смог, ну, ничего страшного, можно спросить, а как просить, кто-нибудь знает, как будет оптический пристел, а как иначе? А на что вы обращаете внимание, именно касаемо других людей, выступающих публично, что может быть вам обращается? Я очень обращаюсь, очень обращаю внимание, сам, ведь, на радио еще, то, что работаю, но веду передачи, и слушаю часто радио, вот, меня дико раздражает, вот это беканье, меканье, вот это вот, тягучесть речи, неумение, очень чувствуется в журналистах, вот, радиожурналистах или телевизионных журналистах, когда человек не беседует с обеседником, а самоутверждается, то есть, не столько интересует раскрыть личность того, с кем ты беседуешь, а сколько себя показать, это очень заметно, там, начинаются длинные вопросы, потом бывает, когда вот, там, два человека ведут интервью, там, с кем-то, с гостем, один, как бы, молчит, дает шанс высказаться, дает возможность, как бы, раскрыть себя, а второй, значит, задает вопрос, и сам же на него отвечает, это дико раздражает, вот, меня это дико раздражает, так, ну, молчи, твое мнение нам неинтересно, в данном случае, нам интересно мнение твое собеседника, дай ему раскрыться, это большая проблема, это большое умение, вообще, брать интервью, это, ну, единицы, я не знаю, там, ну, поздно, да, там, Венедиктов, конечно, классный интервью, и если говорить о пишущей брате, есть такой Ван Денко, он сейчас, Тася работает, он просто, феноменальный интервью, он может побеседствовать, 15-20 минут, мне достаточно, потом появляется интервью с тобой, и ты читаешь, и как, черт возьми, как же он сумел, вот так вот, понять, раскрыть, там, в данном случае, меня, или там, собеседника, всегда безумно интересно читать, кстати, в свое время, я просто наслаждался читать интервью, была такая сладкая парочка, Собчак и Соколова Ксения, Ксения Собчак, Ксения Александровна, они делали в Форбсе, по-моему, нет, не в Форбсе, ну, не важно, в каком-то глянцевом журнале, потрясающее интервью, это очень непростое дело. А вот, из тех, кто выступает публично, из знаменитости, кого бы могли назвать, что этот человек действительно умеет завоевать внимание аудитории, кого, как вы думаете, успешно действительно это получается? Ну, из-за того, почему-то на ум приходит Фидель Кастро, который выступал по 7-8 часов, держал аудиторию, представляете, 7 часов выступать? И действительно, все время находил какие-то такие интересные заходы, интересные, ну, из классиков, это Черчилль, конечно, который обладал потрясающим остроумием, эрудицией, конечно, каждое выступление, это уже хрестоматийным стало до сих пор, там записи существуют, или книги, вот, умение говорить, ну, из наших политических деятелей, мне кажется, что это не сильная сторона, может быть, вот Сталин, например, он же очень тихо говорил, но у него был такой авторитет, что когда он начинал говорить, зал просто замирал, так, и слушали, там, муха пролетит, и то было слышно, чего тоже надо добиться, но это особый случай, Троцкий, говорят, был хорошим оратором, так, я его, правда, не слышал, вот Ленин был занудным, а Троцкий был хорошим, а из тех кто, ну, сейчас, я не знаю, что-то нет, Путин, конечно, если вы имеете Путина, то он, конечно, блистательно выдерживает, вот эти многочасовые ответы, и вопросы, встречи, как это называется, прямые, да, но это, я вам скажу, там, 4 часа отвечать на вопросы, хотя его, готовят, но все равно он, это у него здорово получается. А если это не обязательно в политической сфере, просто в сфере культуры, может быть, искусства? Ну, здесь много людей, которые интересны, ну, не знаю, я очень люблю Шервинда, у него такая добрая, такая сама ирония, вообще, очень важная, это сама ирония, это очень важная вещь, Ну, Быков, Дмитрий Быков, это просто виртуоз, да, причем, это не просто выступление, это цитирование, там, десяток стихотворений, не только русских, но и зарубежных, ну, это огромная эрудиция и знание, что позволяет ему свободно на любую тему выступать, да. А вот, как думаете, харизма, которой, наверное, должен обладать успешный спикер, это что-то, что можно приобрести в течение опыта или что-то, с чем люди рождаются? Ну, лучше с этим родиться, ну, наверное, можно и приобрести какие-то навыки, так, главное, чтобы, во-первых, а, учителя были хорошие, б, чтобы ты сам к себе самокритично относился, вот, ты понимаешь, что эти, вот, кстати, вы с какого курса встретили, вы были на лекции, вот, на последнюю, да, он же сказал, очень важный, он очень много интересного сказал, я не знаю, насколько вы это все усвоили, но, например, чтобы в каждой аудитории ты находил своего Вергилия, да, который тебя ведет, как казалось, простая мысль, но очень важная, потом, и второй, очень, ну, не второй, а много он сказал интересных вещей, что не все люди, там, допустим, привлекательные, симпатичные или красивые, значит, если ты природно не обладаешь там красотой Анжелы, как Джоли или там, я не знаю, Джину Лобриджида, значит, надо выработать свой собственный стиль, чтобы ты была интересна людям не потому, что ты там писаная красавица, а потому, что в тебе есть какие-то качества, которые тебя выделяют среди людей, ты нашла какое-то свое собственное выражение своей личности, вот, что ценится, так, и многие совсем некрасивые люди и внешние симпатичные обладают огромной харизмой и собственным стилем и ты готова слушать и наслаждаться их выступлением, так, так что не родись красивой, родись счастливой и умеющей хорошо говорить. Это точно. А чего следует избегать при выступлении на публике, помимо, может быть, слов паразитов, клише? Слов паразитов да клише ни в коем случае не не дать волнению победить и чтобы аудитория не почувствует, что ты волнуешься, что ты не подготовлен, что это последнее дело, то есть ты должен уверенно значит завоевывать аудиторию если ты вот я очень волнуюсь тему, я правильно выбрал для ну перестроюсь, если почувствую, что это неинтересно значит буду вообще больше всего людей интересуют рассказы если у тебя жизнь была интересна вот про твою жизнь да это самое беспроигрышное и я много раз на этом вылезал но здесь мне хочется попробовать что-то по крайней мере там 15-20 минут поговорить о человеке который для меня совершенно неожиданно возник я вообще даже не знал его существования когда узнал и сейчас много о нем читаю думаю елки-пал как это я мог жизнь прожить и не знать что такое такая личность существовала так бывает часто ты кажется что эрудированы начитаны потом тебе попадает книга какого-то известного писателя думаешь елки-пал как это я эта книга мне не попала раньше я себя вообще лишил колоссального удовольствия ну естественно за ней невозможно знать всех и все или музыкальные произведения там какой-нибудь моцарт тут ты слышишь произведения которые раньше не слышал и понимаешь что я мог умереть не услышав это произведение кошмар кошмар и наконец до нашего мероприятия которое мы сейчас все усилило готовится осталось уже меньше недели и что бы вы пожелали спикерам которые нас тоже сейчас волнуются готовят ну во-первых не надо устраивать никаких соревнований так и не обязательно но я вас благодарю за такую высокую честь открывать у меня просто репутация такого говоруна но со всеми значит другими там студенты же будут в том числе чтобы они не воспринимали что я буду о чем то есть надо все равно такую себе уверенность вырабатывать ну кто бы там не был кто бы не пришел какой бы там маститый знаменитый все равно я готов я вот у меня четкое понимание о чем я буду говорить и поэту меня с толку не собьешь так что может не получиться но это не ситуация когда вообще жизнь не удалась так ну следующий раз получится в этом и сила вот таких клубов где люди учатся говорить и сдерживать свои эмоции контролировать свои эмоции пытаться воздействовать на аудиторию это я считаю что это важнее чем умение писать писать научиться не все и умеет не все а говорить правильно и воздействовать на аудиторию привлекать это чрезвычайно важная вещь я считаю Продолжение следует...